Мы не знаем, что случилось. Только то, что мне сказали. Залезайте на лошадей и вперед. Выступаем немедленно. Может быть, мы успеем догнать этот сброд. Мы можем ехать? Ты готов? Я готов, Сотник. Хорошо, тогда за мной. Не шуми и делай то, что я тебе говорю. Не знаю, что в тебе нашел, пан Рацик, да я не хочу знать. Если ты едешь с моими людьми, ты должен на меня слушаться. Да, пан. Наперекор всему, тебе уже все же решили дать собственную лошадь. Серый в яблоках рядом с моим жеребцом твой. Не забывай хорошо заботиться о нем. А теперь в седло и скачи за нами. Берем нашу лошадь, которую зовут Сивка. Это моя третья попытка уже записи. Я уже просто ненавижу эту игру. И уже все явно идет к тому, что я просто, ну, заброшу прохождение. Вот, ну, потому что... Ну что, я уже трачу третий час для того, чтобы записать это задание. И это как бы, ну, ни хрена не гуд, потому что Spellforce у меня записывается с первого раза. Эта игра у меня в данном случае уже с третьего. Ну, это просто невозможно. Вот, поэтому... Во избежание такого, ну, я просто не могу позволить себе тратить столько времени впустую. Так, давайте переложим вещи в лошадь. Так. Фу, нет. Сюда. Так, это мы на себя. Доспехи. Это в лошадь. Это тоже в лошадь. Это мы на себя. Это в лошадь. Лошадь в лошадь. Вот, по пути нам ничего интересного не скажут, поэтому, не дожидаясь их, мы можем отправляться сразу туда. Да, в нужное нам место. Деревня, благо, это находится совсем недалеко. И, кстати, да. Поскольку началась, так сказать, новая глава наших приключений, у нас тут нарисовались новые задания, по которым можно будет походить. Ну, соответственно, как-нибудь потом. У нас здесь новое занятие, здесь новое занятие. Вот. Ну, и, соответственно, этим можно позаниматься. Но, как я уже сказал, потом. Ладно, не будем медлить. Двигаем. Этих ребят тоже ждать. Дело такое. Как там в журнале-то? Скачи за отряном в Нойхов. Как бы, конечно, это еще все не провалилось, раз они от меня отстают. Ну, вон, потихоньку догоняют. Вот, ну, я просто поражаюсь уже третий раз, третий раз я записываюсь. Я уже просто не могу это оставить как-то неозвученным, этот момент. Потому что меня это начинает кардинально бесить. То есть, мы уже могли бы записывать, ну, серию двадцатую, например, да. Потому что, ну, далеко не первый раз такой технический сбой происходит при работе бандикама с этой игрой. Или при работе, не знаю, этой игры с бандикамом. Ну, трудно понять, где косяк. Ну, потому что Spellforce записывается с первого раза. Вот, так что, возможно, это именно с этой игрой какие-то технические проблемы. И абсолютно не могу представить, что идет не так. Потому что, ну, блин, вся первичность эмоций от прохождения, она пропадает. То есть, я мало того, что как-то уже все наперед знаю, да. Так еще и могу как-то ненароком спойлер какой-нибудь пиздануть. Ну, ладно, постараюсь держать себя в руках. Ну, и, соответственно, как-то максимально быстро это все пройти. Ну, вторая попытка, когда я уже все знал, заняла у меня сорок минут. Вот, то есть, что-то в пятнадцать десять я сел и в пятнадцать пятьдесят встал. Вот, сейчас шестнадцать шестнадцать и... не знаю. Ну, то есть, я с двенадцати часов, грубо говоря, сижу тут, пытаюсь записать. Уже вот третья попытка, и меня это невероятно уже бесит начинает. Ну, и где эти придурки? Вон они. Дальность прорисовки страдает немного. Согласно летописи, на месте Нойхоффа под Сазавой была панская усадьба. После того, как наводнение разрушило усадьбу, на ее месте возник небольшой город Новые Дворы. Так, ну, раз они нас догоняют, мы можем снова ускориться. Ну, и, соответственно, наблюдаем убитых лошадей. Вот, нападение на эту конюшню вообще было очень таким кровавым и дерзким. Сейчас вы это все поймете сами. Я же уже лично сейчас это в третий раз буду все видеть, и мне это уже не так интересно. Спасибо. 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 Где твой господин на выгоне? Боже, праведный. Какие изверги это сделали? Пресвятая Дева Мария. Что здесь случилось? Зачем? Ночью кто-то всем лошадям поджилки порезал. Бедняжки, наверное, кричали и разбудили конюха нашего Радека. А когда он попытался помешать им... А потом мой муж, мой муж, должно быть, пытался помочь, и они его убили. А когда совсем покончили, то подпалили конюшни. Примите мои искренние соболезнования, пани. Я клянусь вам, мы найдем этих чудовищ, и они за все заплатят. Я когда подошла, то лошади были еще живы. Пришлось нам их всех добить. Глаза у них, они не понимали, ведь за что с ними сотворили такое. Нападавшие что-нибудь украли? Каких-нибудь лошадей? Ничего. Кровь им нужна была, а не гроши. Ваш муж недавно с кем-нибудь не ссорился? Никто не мог сделать это из мести. Кажется, у него был спор из-за цены на сбрую, но ничего, ничего такого, что могло бы заставить человека сделать вот это. Сейчас темные времена. У лошадей больше доброты, чем у людей. Вы что-нибудь видели? Сколько их было, или как они выглядели? Мы никого не видели. Кто-нибудь пытался идти по следу? Нет. Мы все тушили пожар, но даже если кто-нибудь и пытался, что бы он мог сделать против людей, способных на такое? Забери их, чума. По коням и осмотрите все вокруг, мы должны узнать, куда они пошли. Ищите следы и расспросите местных, не видели ли они чего тут. Черт, ну хоть что-нибудь, кто-нибудь что-нибудь должен был видеть. Да, пан. А мне что делать, сотник? А какой от тебя толк? Ты останешься здесь? Пожалуйста, позвольте мне что-нибудь сделать. Я могу смотреть местность и поискать следы. Как хочешь, но не путайся ни у кого под ногами. Не уходи далеко и возвращайся сюда, когда закончишь. Так, ну давайте все изучать супербыстро. Смил, хозяин конного завода. Я пару раз видел его в Скалеце. Бедная его вдова. Как можно быть таким жестоким? Они просто устроили резину. Зачем это было делать? Кому это нужно? Я могу вернуться позже, если вы... Нет, я видела, что ты приехал с воинами, и чем быстрее вы все узнаете, тем быстрее вы поймаете этих варваров. Подождите, я что-то не тем путем пошел. Я что-то туплю, и такое ощущение, что я с ним должен был поговорить, и он мне должен был сказать... Ну блин, я уже третий раз записываю, поэтому я что-то могу просто путаться. Что-то я вообще запутался, секунду. Уже бардак в голове от происходящего, когда третий раз делаешь одно и то же. Давайте еще раз попробуем. Так, ну все, да, я что-то въехал. Мне неловко беспокоить вас, пану, но вы не могли бы рассказать о набеге. Наса с Милом разбудил шум, мы подумали, что лошади встревожились, или какой-нибудь забулдыгас постоялого двора, забрел сюда. А что, сюда забредают пьяницы? Иногда, но не в этот раз. Мой муж вышел наружу посмотреть, что происходит. Потом я услышала громкие голоса и крики. Так глупо. Мне сначала даже не пришло в голову, что со Смилом могло что-нибудь случиться. Я так и не узнала ничего до утра. Вы узнали какие-нибудь голоса? Нет, они говорили на чешском, ругались, как демоны, даже друг на друга. Друг на друга? Они ссорились? Да, наверное, что-то случилось. А откуда доносился шум? Отовсюду. Был кромешный ад, я даже не знаю, сколько их там было. Я имею в виду в самом начале. Вы помните, откуда сначала донесся шум? Не знаю. Я просто не знаю. Вы не видели их? Не было ли среди них одного человека, высокого и одетого вовсю черное? Нет, я не видела. С кем я должен поговорить о набеге? Здесь кто-нибудь что-нибудь видел? Якуб, старый конюх. Он даже сражался с ними. Я слышала, что Марк проснулся одним из первых. Наверное, тебе имеет смысл расспросить его. Рыжий спал на конюшне, он наверняка что-то видел. Больше никого не могу предложить. Бог благословит. Как бы никто не мог быть так крюченым? Они действительно сражались на них. Угу. Почему бы никто не мог это сделать? Еще один бесполезный воин приперся со своими вопросами. Ты должен был быть здесь прошлой ночью. Я не воин. Я один из выживших в Скаллице. Ясно, парень. Ладно, о чем ты хотел узнать? Что здесь произошло? Ублюдки напали на нас ночью незадолго до рассвета. А как ты получил эту рану? Я услышал голоса и вышел наружу посмотреть, а потом я увидел, что они сделали с лошадьми. Я заорал на этих ублюдков, схватил одного за плащ и начал бить его. Без оружия? Кулаками? Да, но он меня здорово порезал, сучонок. Мне повезло, что все повыскакивали на улицу и нападавшие убежали. Все, что осталось, это его плащ. Ты не догадываешься, зачем они это сделали? Наверное, у них что-то пошло не так. Они убежали с пустыми руками. Еще есть тут один человек, огромный, одетый во все черное, с очень громким голосом. Ты его не видел? А как ты думаешь... Кто ты думаешь, чуть меня не убил? Так значит, этот ублюдок был здесь. Ты не мог бы помочь мне? Как? Ты знаешь окрестности, как не узнать, в каком направлении они могли уйти? Они убегали в спешке, ты можешь посмотреть, не сломаны ли где-нибудь ограды или ворота. Так, и сразу двигаем дальше. Да, как можно быть такими жестокими? Бедняга, наверное, он полз здесь. Если им нужны были лошади, наверное, их еще больше у главной конюшни. Вот они тут еще дом подожгли. Ну. Вон тут куча убитых. Но нам нужно только с двумя поговорить. Ты... ты в порядке? Отстань от меня. Уходи. Больше не нужно бояться. С твоей помощью я найду это отродье и заставлю их заплатить за все. Они этого заслуживают. Но что ты хотел узнать? Что именно здесь произошло? Они убили животных и... Почему они убили их? Они что-нибудь взяли? Нет. А теперь хорошо подумай, как все началось? Мы услышали крики лошадей. Мы слышали животных. Затем Смил. Он кричал, и они его убили. Угу. Ты уверен, что сначала погибли животные, а потом Смил, а не наоборот? Я уверен. Я никогда раньше не слышал таких криков. И теперь я их никогда не забуду. А что случилось потом? Мы выбежали наружу, и там был настоящий ад. Животные умирали, конюшни горели. И повсюду эти демоны. Конюшни уже горели, или пожар начался не после того, как они уже убежали? Нет, наверное, они их подожгли перед тем, как убежать. Ты сказал, что это были демоны? Нет. Обычные подонки, никчемные человеческие подонки. Сколько их было здесь? Не так много. Здесь было лишь несколько человек, но я слышал, как другие бронились за домом друг на друга. Так значит, они бронились из-за того, что поднялся шум? Нет, что-то случилось. Они ссорились. За домом? А где именно? Ближе к лесу, к северу отсюда. Они пытались убежать. Так значит, некоторые из них убежали, а другие остались сражаться. Ну да, на какое-то время. Затем на улицу выбежало еще больше наших, и мы дали им отпор. И другие тоже убежали. А куда? Куда они убежали? На север, в лес. Так, сейчас еще с одним поговорим. Что? Кто здесь? Полегче. Всего лишь хотел спросить. Я ничего не знаю. Ты ранен? Не-не-не, у меня не царапина. Что здесь произошло? Я не знаю. Кто-то напал на нас. Я не знаю, кто. Ты часом не слышал, откуда они пришли? Нет! Нет, я ничего не видел. Угу. Подмастерия помогал мастеру, если он отправлялся в мир. Чтобы заняться ремеслом, ему нужно было иметь свидетельство о профессии и необходимые инструменты. Очень редко подмастерия оставался в одной мастерской на целый год. Как правило, они проводили там всего несколько недель, за неделю предупреждая о своем уходе и получали жалования в конце каждого дня. Если подмастерия уходил без предупреждения, сбегал. Его объявляли вне закона и сообщали о нем всем мастерам, чтобы в дальнейшем никто не нанимал его на работу. Учеником был мальчик, торжественно принятый в ученичество мастером. Это происходило после уплаты надлежащей суммы деньгами и пчелиным воском. Дети из обеспеченных семей обучались и прислуживали мастеру всего лишь один год. А детям бедняков приходилось отрабатывать свое обучение в течение нескольких лет. Так, мы здесь их опросили, идем дальше. Следы, кто-то бежал на север. Ага, это явно не следы животных. Должно быть, этой дорогой они ушли в лес. Ну, я, конечно же, уже знаю, куда идти, кого искать, что делать, поэтому мы справимся очень быстро. Что, я что-то упустил, что ли? Да ладно, я мимо пробежал, хотите сказать? Не может быть. Посему выходит, что да, я пробежал мимо. Очень странно. Да, нам сюда я что-то ломанул как-то вперед. Что-то я, по-моему, накосячил. Или же нет. Да, нужно эту дорогу перейти. Что это я в самом деле? Да что за фигня, я понять не могу. Ну, где кровавое пятно здесь? Я только какашки вижу, эти лошадиные. Ну вот, пиздец, я еще на одном месте не терялся. Я же уже третий раз это делаю. Ну, что начали-то? Так, отсюда по прямой. Они наверняка уходили все глубже и глубже в лес. Ну, наконец-то. Че, я опоздал, хотите сказать, что ли? Блять. Ну, короче, сейчас вкратце расскажу. Ты в плохом месте. Нет! Нет! Здесь, короче, можно было диалог подслушать. Эти два бандита говорили про то, что Рыжего нужно было убить. Вот. И что они зря оставили его в живых. Один, который вот сейчас мертвый лежит, он говорит, что я слишком сильно ранен, не смогу вернуться в лагерь. Вот. Посему, типа, убей меня, потому что я, типа, являюсь обузой и сделаю это быстро. Этот его убивает? Блин, у меня вообще далеко сохранение. Я бы хотел показать этот диалог просто. 16.35, 16.22. Охота начинается. Блин, там диалоги все по новой проматывать придется. Да в пизду нахуй. Пиздец. Ну надо же вот так оплошать, блин. Третий раз записывать и еще заваливаться на каждом шагу. Начнем отсюда. Вы точно? Да, точно. Хочу загрузить. Ой, жесть какая. Ну что вообще происходит? Бандикам против меня, блин. Игра против меня. Какого хрена вообще? Ну, конечно, сейчас у меня запись на час получится по продолжительности. Они пошли глубже и глубже. Пошел. Пошел. Этот ублюдок меня подстрелил И кто, черт возьми, привел сюда остальных? Проклятые сосунки Сначала они убили этого рыжего мальчишек с конного завода А потом еще и тебя продырявили Мы найдем этих псов, и я самостоятельно отправлю их в ад А я уже буду там их поджидать Не говори так Так мы вернемся в лагерь, и о тебе позаботятся Не-не-не, друг мой, я долго не протяну Уходи, пока нас кто-нибудь не нашел, не беспокойся обо мне Ты знаешь, что я не могу тебя бросить здесь, если тебя найдут Я знаю, я сам хотел это сделать, но у меня не хватает духу Что ты мелешь? Господи, а какой у меня еще выход? До лагеря мне не добраться, и ты знаешь Ты хочешь, чтобы я умер здесь в муках? Ну ладно, как мне... Главное, сделай это быстро Я всегда делаю это быстро Ты меня знаешь Удачи, брат Что это было? Что у нас здесь? Интертейнмент Главное! Так Тут просто ключевой момент, почему нужно этот разговор подслушать Потому что тогда будет несколько вариантов развития событий То есть можно... Ну сейчас, увидите Сказать, что мы и подслушали этот бой Ой, подслушали этот разговор И кое-что нашли, как после этого боя Вот и все Так, ну у этого ничего нету Даже грошей Ну и точнее, даже ухо отобрать нельзя Вот, а у этого есть кое-что для нас интересное Во-первых, гроши И во-вторых, окровавленный крючок Я еще... Так это крючок для чистки копыт Кто-нибудь в ной хэфе должен знать, чей он может быть Вот Самое важное То есть это было взять крючок Который нам поможет в расследовании И подслушать их разговор Так у нас просто вариантов в диалогах больше появится Говорили они про рыжего Который вот здесь стоял Который все отнекивался от всего и вся Черт, он ведь не... Он ведь только что тут был Да, его уже нет Ты не знаешь, чей это крючок для чистки копыт? Рыжего, он вечно им хвастался А почему ты спрашиваешь? Я нашел у одного из разбойников лису Но он... Из-за него? Они убивали нас из-за него? Господи боже! Постой, подожди Ты думаешь, рыжий виноват в нападении? Он сбежал! Ты разве не видишь? Он странно себя вел, а потом сбежал Зачем ему нужно было бы это делать? Это и вправду довольно странно Ты не знаешь, куда мог деться рыжий? Не знаю Спроси Якуба Ты знаешь что-нибудь о рыжем? Я выследил двух разбойников, и они говорили о нем Но он... Из-за него они убивали... Да, ну дальше он то же самое говорит Так, теперь мы идем и поговорим с Якубом Чтобы он нам рассказал более подробно о том, куда этот мог свалить Ага, вот он Так, мистер Якуб Ты знаешь, чей это крюк? Да Да, это рыжего, его сделали для него вратае А ты не знаешь, где я могу его найти? Ну, вопрос это интересный Он собрался и ушел просто, и все Что? Послушай, я знаю, как это выглядит, но рыжий хороший парень Я не верю, что он как-то связан с этим нападением А куда он мог убежать? Может быть, я знаю, но ты должен мне кое-что пообещать Когда ты найдешь его, выслушай его, прежде чем вершить суд Даю тебе слово Иногда его навещали в углежоге, он с ними дружил Я думаю, он ушел к ним А где это? Не знаю, они всегда были сами по себе, но ты же знаешь этих углежогов Ну, в лесу их полно, они могут быть где угодно Кроме тех, которые под боком Если ты найдешь... Пойдешь вдоль ручья, а от конного завода вратает И наткнешься на одну из их стоянок Только... Только что? Рыжий никогда не ходил одной дорогой Он всегда уходил по широкой лесной дороге, ведущей в направлении Ужицы Но как мне их найти? Когда они работают, всегда идет дым Ты учуешь их раньше, чем увидишь А еще им нужна вода Значит, если я пойду через лес вдоль ручья, я найду их Так точно У нас снова сохраняют игру Так, идем на Сивку Чтобы она нас довезла туда Вот, сейчас мы будем, соответственно, по углежогам бегать Узнавать, куда пропал Рыжий Да еб твою мать, а Ну что, третья серия уже какая-то провальная получилась Я на нервах играю, блин, уже Никакого желания, силы, настроения нету Третий раз записывать одно и то же Ну, в этом доме я побывал В первый раз, когда записывал Там ничего интересного нету Вот, просто абсолютно ничего Я уже даже запомнил, где на меня бандиты по дороге нападали Вон, примирительный крест Примирительные кресты или просто камни с крестом, вбитыми на поверхности, устанавливались в местах, где происходили трагические события или важные исторические события в жизни его сообщества или страны Они были тесно связаны с уголовным правом, являлись символами вины и мольбы опрошения Примирительный крест воплощался бы в раскаяние преступника и устанавливался на его деньги Кроме того, примирительные кресты отмечали границы усадеб и муниципалитетов Сейчас еще статью про лагерь вам прочитаю, тоже интересная В средние века по стране постоянно бродили различные мародерствующие группы солдат Разбойников, стражников или одинокие бойцы, которые часто меняли свое место жительства Они жили в импровизированных хижинах, убежищах или палатках, расставленных вокруг костра Некоторые обустраивали лагерь на несколько дней, другие всегда ставили лагерь только на одну ночь и снова переезжали на следующий день Важным фактором для выбора места стоянки было наличие воды, пищи, корма для животных и дров Очень редко они располагались лагерем в деревнях или в замке и его окрестностях Такие места были зарезервированы для ночлега дворян и их свиты В военное время или во время походов они устраивали стоянки под открытым небом Так как не было времени развертывать и сворачивать лагерь Армии дворян также становились лагерем в местах, где постепенно собирались местные ополченцы Или где они ожидали прибытия подкрепления или союзников Дольше всего, иногда до нескольких месяцев, лагерь мог простоять на одном месте при осаде крепости Или же если противник находился на противоположном берегу реки Палатки ставились вплотную друг к другу в целях безопасности, имитировали стены Главная и самая большая палатка в центре лагеря принадлежала командиру Рядом находились палатки знати и высокопоставленных воинов Вокруг них располагались простые укрытия и хижины для обычных солдат и их лошадей Не было необходимости всем собираться в одном месте Войскам могло обустроить несколько лагерей в разных местах В крупных лагерях могла быть полевая часовня, больница для ухода за ранеными или временный бордель Простые палатки раннего средневековья были в форме буквы А А с квадратным основанием и жердию положены на два вертикальных столба Холст палатки чаще всего изготавливался из льна или конопли Он был неброским в палатках для рядовых солдат и разноцветным и украшенным в палатках для командиров Солдаты спали на земле, на ковриках или на тюфиках, но у дворян и священнослужителей были походные кровати Долгосрочная стоянка была сложным делом с точки зрения снабжения За поставки всегда отвечал глава ближайшего муниципалитета Если же армия находилась на вражеской территории, для заготовки продовольствия и топлива на поиски отправляли отряды снабженцев Когда запасы заканчивались, приходило время переехать в другое место или отказаться от похода Самое худшее, что могло случиться в лагере, вспышка какой-нибудь болезни, так как гигиену трудно было поддерживать на должном уровне Во время ожидания также случались ссоры, драки или поединки, которые могли перерасти в более крупный конфликт И подвергнуть армию серьезной опасности, поэтому командирам необходимо было разрешать споры, а иногда и выносить суровые наказания Ну и где старший углежок? А, вот он Ты не мог бы мне помочь? Зависит от того, что тебе нужно Я ищу рыжего, конюха из Нойхофа Говорят, он сбежал и прячется у каких-то углежогов, с которыми его видели раньше Прости, никогда не было здесь парня по прозвищу Рыжий Ищи его в другом месте В Нойхефе убили людей, и этот парень, скорее всего, знает, кто это сделал Не обязательно нужно найти его В наших краях в последнее время часто кого-то убивают, но этого рыжего здесь действительно не было Здесь будет значительно реже убивать, если мне удастся привлечь к ответу этих ублюдков Так как насчет помощи? Ради Бога, успокойся, здесь не было никого похожего на этого парня, которого ты ищешь Но, опять же, мы не единственные углежоги Поспрашивай других Лучше тебе поспешить Ты не первый, кто расспрашивал о нем И те, и другие не похожи на благородных панов, но серебра они не жалели Они случайно не говорили, зачем он им понадобился? Нет, но по их виду не скажешь, что они собирались пригласить его на пирушку Ты не знаешь, куда они могли отправиться? Ты сказал, что он дружит с углежогами Ну, тут наверняка найдешь в лесу между Нойхофом и Ужицем Там есть неплохие места Но лес большой, у меня могут уйти недели на поиски Тогда иди по реке, ведь ты... Так нашел нас Рядом с углежогами всегда должна быть вода Ладно, я спрошу где-нибудь еще Да блин, верхом садись Сейчас также через поля срежем Насколько это возможно Ну, еще 10-15 минут нам где-то играть Если, конечно, это запишется Потому что если уж второй раз не записалась Ну, кто мешает не записаться третий раз? Потому что более чем на ТБист вот я давно не играл Это жесть, конечно Неприятно делать одно и то же и тратить на это почти 3 часа Тут еще и беготни, и диалогов очень много, что как бы изрядно напрягает У меня, конечно, есть идея Я сейчас что-то подумал Может, если поставить новые драйвера, то будет записывать порезвее как-то Может, прекратятся эти дурацкие проблемы Ну, блин, это явно косяк именно в Kingdom Ham Deliverance Потому что, ну, как я уже неоднократно говорил Спеллфорд же нормально записывается Абсолютно без каких-либо проблем Ну, опять же, после второй попытки Когда он мне просто создал файл на 16 килобайт абсолютно бесполезный Я взял и перезагрузил компьютер Может, ему так полегче станет Тем более, перед этой записью я, соответственно, попытался запустить пробную Вот, и он у меня даже создал ее Ну, то есть, там, нормально 5-5 минут геймплея получилось записать без каких-либо косяков Так что, возможно, эта запись должна получиться А то сил на их больше нету Эй, мужик Угу, привет Я ищу рыжего из Нойхофа Ты знаешь о нем что-нибудь? Я его знаю Что тебе от него нужно? Я хочу задать ему несколько вопросов Но тебе придется поискать его в другом месте Он редко сюда заходит Так, кастуем на него вот этой штукой Я действительно должен поговорить с ним На конном заводе убили людей И мальчик, возможно, знает, кто это сделал Мне нужно поговорить с ним И ты думаешь, он замешан в этом? Трудно сказать Он убежал, но с другой стороны Кажется, он продырявил одного из нападавших Ну, если дело в этом Тогда время и вправду не терпит Я знаю его Не знаком с ним, но видел его здесь Он дружит с углежогами У которых лагерь вниз по ручью У Тальмберга Я знаю, что там он встречается с двойняшками Внизу поручью у Тальмберга Недалеко от замка? Если ты пойдешь по реке на запад Ты придешь прямо к ним И еще кое-что Да О нем спрашивали и другие люди Но они не умеют так убеждать, как ты Угу, спасибо За комплимент Вот, я вообще сначала думал, что с двойняшками Может, он по девкам ходит Типа такой рыжий развратник А вот ни хрена там Это оказались парни Вот А то, что он говорил, что продырявил кого-то Мы уже видели Вот этого парня Который отнял у него, соответственно, вот этот крюк Для очистки копыт То есть он, возможно, именно им его и ударил И сбежал Вот Когда я бежал, короче, вот к этим уже третьим углежогам На этой тропе мне попалось интересное событие Оно, скорее всего, случайное, но сам факт Здесь, короче, на тропе на коленях стояло человек пять И этих пятерых человек просто подходили, соответственно, какие-то чуваки казнили Я когда подбежал, увидел, что на коленях стоят стражники Ну, просто подписано стражника Соответственно, их убивают Эти разбойники Вот Ну, я их, в общем, всех перебил А стражники так и остались стоять на коленях Вот Такие, собственно, дела Вот Ну, потом выбежал какой-то чувак в очень тяжелых латах Что-то я с ним очень долго возюкался Возюкался Ну, и забил в итоге Ну, это браконьер Нам на него пофиг Он что-нибудь там скажет Типа, ага, это ты этого лося убил Типа, ты здесь браконьерничаешь Типа, нет, тут не я Там все такое Вот, то есть, как бы, нам особо с ним нет смысла сейчас говорить Сука Блять Вот, близнецы углежоги Которых, почему-то двойняшками назвали Мое почтение тебе Где вы прячете рыжего? Как ты... О чем ты говоришь? Не придуривайся, со мной это не пройдет Я знаю, что он дружит с двумя двойняшками Я здесь по приказу пана Ганнуша И мне нужно поговорить с рыжим о нападении на конный завод Если бы тебя прислал пан Ганнуш Ты должен разобраться с двумя головорезами, которые крутятся здесь Всех пугают и расспрашивают о бедном мальчишке Когда ты о них позаботишься, мы перестанем его прятать Ладно, я позабочусь о них И потом ты мне расскажешь, где прячете рыжего Идет? Идет Избавь нас от них, я тебе все расскажу А где мне искать этих разбойников? Точно не знаю Здесь полно мест, где можно спрятаться Но они пришли через мост и ушли под той же дорогой Поэтому они должны быть где-то между нашим лагерем и лагерем соседей Это довольно большой участок леса Не такой уж и большой Где-то здесь есть тропинка, ведущая к заброшенному лагерю Ну и в общем, мы на самом деле уже одного из них видели Который там обирал олененка Вот, он там подписан как головорез Но он наедет на нас, скажет Типа, что это ты здесь браконьерничаешь? То есть, не знаю, может баг какой-то или еще что В общем, на этом мы серию заканчиваем Я в прошлый раз дошел до сюда, ну в самый первый раз Единственное, чем наша следующая часть будет отличаться То есть, я буду продолжать сохранение Который в первый раз записывал Потому что я там очень детально все проходил Собирал все вещи и так далее То есть, у нас будет очень много вещей Которые мы собрали со всевозможных трупов Плюс то событие, где стражники стояли на коленях Я там тоже собрал все вещи Плюс, соответственно, я избавился от этой палицы Поменял ее на меч, который нашел у одного из трупов И плюс я еще с сотником поговорил И прокачал у него владение мечом и владение щитом То бишь, защиту Вот, и все Так что на этом мы с вами закончим А продолжим уже в следующей серии Так что всем пока и удачи Надеюсь, что все записалось Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!